всем привет 24 апреля 19 года я нахожусь около городской поликлиники номер 52 как вы помните те кто смотрит мой блог конкретно моя мама значит только смотрит мой блог я недавно ездил на флюорографию на самокате и нужно было потом зайти к доктору узнать чем кончилось дело и вот я пришел знал что я здоров что у меня все хорошо и сейчас я еду в офис сегодня солнечный день на улице 21 градус прекрасная погода но мне предстоит упорная работа за компьютером по на созданию нашего нового сайта поэтому будет мало что интересного я решил что мой поезд моя поездка поликлинику будет самым ярким событием этого дня по картинке и зрелищность решил записать свой блог вообще конечно природа радует погода просто супер все оживает расцветает такой подъем сил приехал на заправку лукойл рядом с домом заливаю бензин сейчас благо наши машины ездить на 92 бензине на 2 бензин стоит 43 рубля 42 копейки на лукойл увидел на днях исторический паблик там какие-то были цены на бензин начала 2000-х годов и такие фотографии бензоколонок смешные 15 рублей 20 рублей за литр такая ностальгия у людей сколько это когда-то стоило вот решил тоже запечатлеть своем блоге чтобы потом через много лет сравнить подорожал или нет хотя вариантов конечно я думаю нет дешевее там точно не будет бензин только подорожает обещают уже там чем-нибудь 100 рублей за литр но интересно посмотрим что будет в будущем итак я приехал в офис кати пока еще нет она оформляет визу в грецию мая поедет свадебный тур на чем заключается моя работа потому что со временем я надеюсь что это станет историей сайт уже морально давно устарел мы с 2015 года бросили потом мы были заняты как сначала рождением дочки потом занимались ей очень много чем тут одно на одно наложилось сложно все описать эти факторы но сейчас надо снова вставать на орбиту снова возвращаться в жизни потому что когда-то мы действительно были легендами особенно на свадебном рынке в чем заключается сейчас моя работа покажу вот так вот выглядит старый сайт лавки чудес от которого я надеюсь мы очень скоро избавимся потому что это сайт образца кажется 2009 или 10 года все он совсем такое колхозное по дизайну нас очень много разделов направлений это свадьбы которые сразу подразделяются на кучу направлений тематические европейские национальные выездная церемония бракосочетания там организатор распорядитель и так далее есть корпоративы юбилей корпоратив компании корпоративный новый год там тимбилдинги бизнес мероприятия тут даже далеко не все на старом сайте частные праздники поэтому что сейчас происходит сейчас я делаю раздел свадьбы потому что у нас очень много материала на сайте у нас есть отзывы которых вообще нереально там 200-300 отзывов которые требуют переноса но ими катин занимается я надеюсь что она их доделает не я сделал практически тематические свадьбы вот столько их у нас только представлено это не все наши свадьбы я уже перенес хотя сейчас конечно мало кто захочет свадьбу в стиле города марины вперед и волшебник изумрудного города формула любви нынешнее поколение молодоженов уже я думаю не знает такие фильмы и точно не будет их смотреть стиляги в гостях у сказки вот это все я уже переделал полностью переписал на с таком современном языке с точки зрения современных реалий и вот мне теперь предстоит сегодня делать свадьбы нам ставил свадьба в чикаго вокруг света что где когда рок свадьба вот это все еще мне к сожалению надо делать никто другой не справится никто кроме меня поэтому буду их сейчас делать работу начинаю с традиционного кофе я стараюсь не пить больше двух чашек в день даже не то что стараюсь реально не пью стараюсь 1 иногда 2 сложность работы в том что я выступаю в роли отчасти программиста поскольку сам все выкладываю на сайт копирайтера пишу текст и работаю с фото материалом выбираем фотографии также их все уж на анализирую анализирую через wordstat слова запросы тематические и уже статью пишу с учетом конкретных запросов то есть выполняя работу целого коллектива ладно пожелайте мне удачи и вот у нас закончилась работа уже время почти полночь и катя захотела сегодня побыть в моем блоге да я сегодня очень много работала еще я планировала день рождения нашего лавочки у нее скоро будет праздник 5 мая нас ждет пятилетие нашей дачули и мы с ромиком сегодня усердно трудились в офисе он помогал нам денежки зарабатывал а я делала программу и его дня рождения разработала структуру этого дня у нас будет очень много событий я не буду рассказывать все потому что ребенок смотрит наш блог и для нее это должно остаться секретом вроде не смотрит уже блог когда она бабуля ей показывает такие видео она очень любит посмотреть поэтому на всякий случай мы пока ставим секрете все только пока мы это кодовое название нашествие единорогов на питер да для непосвященных расскажу что мы едем сам петербург до свидания это наш рецепшен охрана так чего дальше то у нас будет очень интересно насыщенная программа в питере два дня мы будем жить в центре города а еще два дня мы будем жить в петергофе и нас запланированы разные активити так что скучать точно не придется мы все запишем снимем видео она вот сейчас у нас будет очень много подготовки нам понадобится подготовить и фото видео контент для самого праздника и кучу кучу реквизита который мне надо взять с собой я даже не представляю как мы это будем вести ромик надеется ограничиться одним чемоданом но я сразу знаю что это так не получится в общем мой блог будет интересным также как на бали когда мы ездили там были интересные и полезные для всех видео надеюсь что из питера тоже сможем сделать много интересного и полезного таким был этот день какое сегодня шло 24 апреля 2019 год мы пришли на парковку не просто ему за нашу машину рома и помыть план пасу фуху глаза мы не выт c пока пока